Привет, с вами Дизель. Ну что, ребят, как и обещал, сегодня будем смотреть эту посылку, в которой, по идее, должна быть сумка для велосипеда. Заодно потом глянем, как она на нем смотрится. Пошмотрим! Короче, китаец не стал заморачивать с упаковкой. Кому-то он мне присылал прямо в картонной упаковке, кому-то нет. Мне прислал в таком пакете. То есть упаковка, вообще, конечно, у китаеца самая отвратительная. Но самый кипец, знаете, в чем? В том, что эта падла узкоглаза даже не отвечала на сообщение, когда я у него там что-то спрашивал по воду сумки. Вот так вот она выглядит. Надеюсь, она того цвета, который мне нужен. Да, она зелененькая, с бирочками, со всей фигней. На первый взгляд, да, сделана она качественно. И вот первый минус, то, что здесь резинка. Видно вам, не видно? Вот. У кого-то на каких-то вариантах сумок идет, значит, лямка, где-то идет резинка. Ну, судя по всему, по креплениям я уже понял, как ее крепить. А у нас тут молния очень легкая. Все пишут в подарок идет переходник, блин. Вот этот вот. Это не переходник, это удлинитель специальный, для того, чтобы ты не мучился с наушниками и все такой фигней. И сейчас мы проверим, как у меня влезет туда телефон, и влезет туда вообще. Хоть у меня и в чехле, но, по идее, должно подойти. То есть здесь вот так вот сделано. У кого-то она, значит, в два стороны открывается, у кого-то нет. Прям в чехле сунем, посмотрим, подойдет или нет. Телефон у меня размером 5,1 дюйма. То есть, в принципе, да, подходит. То есть, управлять телефоном будет можно. Но мы проверим все, когда уже будет сумка установлена на раму велосипеда. И, кстати, проблема, знаете, в чем в том, что на раме у меня идут тросики сверху. И вот как бы, как там все ставить, это будет интересно. Сюда, в принципе, влезет Powerbank, еще какая-нибудь мелочь. То есть, нормально, пойдет. Крепиться она будет вот так. То есть, получается, открывается она на себя. Здесь идет наушник. Я не знаю, будет вам видно или нет, но здесь, короче, нитка осталась. Ткань, которую не вырезал китаец, который шил эту сумку. Вот так вот, видите? То есть, в принципе, придется здесь, получается, дырявить для того, чтобы просунуть штекер под наушники. Круто! Вот такой косяк у этой сумки есть. Ничего, глянем, как она будет смотреться на раме и вообще, стоит ли она тех денег или нет. Ссылка на нее будет в описании. Вот, в общем, вот так вот выглядит сумочка на велосипеде. То есть, я ее установил, она закреплена. Все отлично, зацените, какой у меня классный ковер. Ну и, собственно говоря, кнопочка реагирует. Все отлично, то есть, мы проводим боб и разблокировали устройство и все работает. То есть, мы можем спокойно отвечать на звонки, заходить в уведомления, смотрите инстаграмчик, у меня, кстати, там новый видосик вышел на лайв-канале. Так что, обязательно смотрите, не пропускайте. И мы можем спокойно заблокировать смартфон. Сама по себе сумочка прикрепится у нас, ну, на самом деле, вот так вот. То есть, здесь лямочка, она, кстати, коротковатенькая, мне подлиннее. То есть, в принципе, вот она, ну, ходит вот так вот, видите? Ну, а это, как говорится, мелочи. Здесь вот лямка и здесь резиночкой. Вот, внутри у нас, ну, я уже вам показывал, то есть, вот так ты открываешь, здесь телефон, туда я положил кабель. Ну, и вот так вот, с вами был Deezer, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про это дело, Twitter, Instagram, в общем, все социальные сети. Скоро увидимся, пока!